Все противники Германии в Европе разгромлены. Британия эвакуировалась с континента, и Берлин сам ищет соглашения с Лондоном. Но для вроде братских арийцев-англосаксов переговоры с нацистами теперь исключены. Премьер-министр Чемберлен подал в отстав, не сумев обеспечить мир. Этот миролюбивый человек лишь подорвал свое здоровье. В мае 1940-го обанкротившегося соглашателя Чемберлена на посту премьера сменил непримиримый Уинстон Черчилль и еще сам стал министром обороны. Переломный момент. На выходе из кризиса британское правительство возглавил популярный политик, готовый вести войну. Под руководством мистера Черчилля страна в едином порыве намерена нанести поражение поджигателю мирового конфликта. Самому зловещему безумцу в истории Гитлера должен победить Уинстон Черчилль. В июле Гитлер утверждает план нападения на Великобританию под названием «Морской лев». Но не добившись превосходства в воздухе немецкой авиации, от высадки с моря откажется. В пятницу вечером Его Величество поручило мне сформировать новое правительство. Обещая нации кровь, тяжкий труд, слезы и пот. Черчилль клянется защищать наш остров, чего бы это ни стоило. Британия в одиночку противостоит громаде Третьего Рейха от Пиреней до Буга. Разделавшись с Францией, Гитлер принялся за Англию. Брошено 2200 самолетов Луфтваффе. Бомбы рвутся в Манчестере, Бирмингаме, Ливерпуле. Горит Лондон, разрушен Ковен-3. Англичанам приходилось сражаться с фашистами один на один. Чтобы обеспечить возможность десанта, с июля свыше тысячи германских бомбардировщиков крушат британские аэродромы, авиазаводы, военно-морские базы, преследуют конвои судов. Гитлер хотел сперва уничтожить наши воздушные силы. Эта борьба стала известной под именем «Битва за Британию». Быть может, самое большое воздушное сражение в истории. Однако потери атакующих больше, чем обороняющихся. Наконец, мы увидели и результаты. Продавцы газет писали мелом число сбитых самолетов как результаты после футбольного матча. Немецкая авиация потерпела поражение в дневных налетах.